Чё мне надо делать? Ну ты спишь? А, спать я умею. И Белоснежка лежала 7 лет. Сколько? 7! Пароль от Wi-Fi скажи мне быстро. Амар, какой Wi-Fi? Где крышка от гроба? Всё, всё, не кипятись, лежу. И чтобы рассеять злые чары, долго ли, коротко ли, пришёл спасать Белоснежку прекрасный принц. Может принцесса? Да нет, принц! Не-не-не, мы так не договаривались. Послушай. Во-первых, я женское платье одела, но чтобы меня какой-то там мужик целовал. Не-не, вы чё, с ума сошли? Нет. Амар, это прекрасный принц. Слушай, если бы он реально прекрасный был, я бы слова не сказал. Он же стрёмный. Амар, ну пожалуйста. Ладно, раз надо, так надо. Целуй. И принц поцеловал Белоснежку! Так, по-братски, подожди. Можно всех принцев посмотреть? Хорошо! Вот ты, красненький, ты будешь меня целовать. Только смотри, без самодеятельности, понял? Вообще не импровизируй. В кураж даже не входи, понял? А ты здесь как к работе? Кайфуй! А что, подожди. Подожди, я извиняюсь, можно другого принца? А где мы сейчас найдём другого принца? О, по-братски! Вот ты будешь меня целовать. Сейчас драматургия пойдёт. Ты, если хочешь, импровизируй. Входи, кураж по полной. Кайфуй! И подошёл принц к Белоснежке. Их губы слились в страстном поцелуе. Их горячие тела переплелись. Дальше рисунки какие-то. Эй, Амар, ты что делаешь-то, а? Этого нету в сказке? Фантазия, ну, чуть-чуть. И от волшебного поцелуя Белоснежка проснулась. И они взялись за руки. И жили долго, и счастливо. Вот и сказке конец. А кто слушал... А кто слушал, меня не интересует. Меня интересует, кто меня отравил. Но это злая колдунья. И где она? Не знаю. Так дела не делаются.